Богдан это представитель вендора, который сейчас находится в хайфе. Он нам сейчас расскажет более технически и продемонстрирует решение Cyberwall. Компания называется Cybernet. Я вам посылал в принципе всем коллеге описание самого продукта. Он абсолютно новый и может быть достаточно интересный. Этот продукт рассчитан прежде всего для SMB, то есть малый и средний бизнес. Потому что он, как говорится, all-in-one, то есть его видимость сети управления обнаружения вторжения и управления уязвимостями. И, скажем так, он весьма и весьма дешевый, то есть он весьма по карману большинству заказчиков, которые по отдельности себе эти продукты позволить не могут. А теперь Богдан, спасибо большое, что вы с нами присоединились. Да, давайте. Ну, значит так. Да, как бы Влад сказал, меня зовут Богдан. Я часть пресейла нашей компании Cybernet. И моя главная, так сказать, работа и задача – это наше облако. Но я параллельно также провожу эти WebEx, провожу сессии и занимаюсь Cyberwall. Значит, что такое Cyberwall? Cyberwall – это наш новый продукт, который мы разработали. И он позволяет вам полную видимость вашей сети, то есть весь входящий и исходящий трафик, откуда и куда он идет, по каким портам и так далее. Позволяет вам видимость всех своих девайсов, неважно, это компьютеры, маки, айфоны, камеры и так далее. Любой девайс, у которого есть, он его будет видеть, и обнаружение отражения, то есть наши Network Types, наши Honeypots. Наша компания, техподдержка, разработка исследования, все находится в Израиле. Мы в частной собственности, мы глобальная компания, у которой партнеры по всему миру. И наши продукты установлены в более чем 60 странах. Наши главные продукты, опять же, конечно же, Cyberwall, о котором мы, о котором я скоро расскажу. Pineapp – наш MailFoture. Это, в принципе, так сказать, мой продукт, моя обязанность. Он, в принципе, фильтрует вашу электронную почту на вирусы, на спам, на фишинг и так далее. CyberCloud – тот же Pineapp, только в облачном решении. И исходящий SpamGuard, то есть наш OSG, который был изготовлен, в принципе, для провайдеров, для того, чтобы помочь им защитить их IP-адреса от вноса в черный список. Наш основной опыт, мы начали с MailRelay, занимались Cybersecurity и в 2015 году, когда зашел Давид и сказал наш МСЕО, мы зашли в маркет Cybersecurity и начали разработку Cyberwall. Значит, основные проблемы, так сказать, главные проблемы у МСБ, нормальных бизнесов, как большинство, может, часть не знают, но МСБ сталкивается, в принципе, с теми же угрозами, с которыми сталкиваются любые enterprise-компании, любые большие компании. Но единственная разница в том, что у МСБ по сравнению с enterprise-ком меньше ресурсов на, так сказать, на обеспечивание Cybersecurity и, естественно, меньше экспертиза в этой сфере. Восстановление от кибератаки для 33% МСБ-компаний заняло 3 дня и 60% МСБ-компаний потеряли свой бизнес в течение полугода после той же самой кибератаки. Богдан, я на секундочку перебью. Значит, более такая серьезная информация. После того же вируса Петя, который у нас прошел, 70% компаний не восстановились до сих пор. 70% из тех, кто попали под атаку, до сих пор не восстановились. Почти год прошел. Это, в принципе, статистика. Это меньше про продукты, больше для того, чтобы дать понять общую картину компании МСБ по всему миру. Но, да, Влад правильно сказал. Цена утечки данных после таких кибератак обычно двигается между 36 тысяч долларов до 59 тысяч долларов. Глобальная цель атаки. Опять же, 43% глобальных атак цели именно на МСБ. Почему? Потому что это гораздо легче. Это то же самое, что и по ценности вашим данным, по ценности по деньгам и так далее. МСБ-компания, в принципе, для хакеров, это то же самое, что и Enterprise. Единственная великая разница, что у МСБ-компании может быть, опять же, недостаточно ресурсов для того, чтобы себя обеспечить cyber security и недостаточно, может быть, коллектива или, опять же, опыта в этой сфере. Поэтому это легкая мишень, легкая цель для кибератак. И, опять же, 43% глобальных этих атак также целились именно на МСБ по этой же причине. На 9% атак больше, чем было засчитано в прошлом году. Целевой фишинг, spear фишинг, зафиксирован рост на 55% по сравнению с прошлым годом фишинга в МСБ-компании. И, опять же, план реагирования к кибератаке. Из опроса, который был проведен в прошлом году, 8 из 10 компаний не имеют даже базового ответного плана на кибератаку. То есть, они даже не пропланировали свои ходы, так сказать, потому что они себя чувствуют достаточно безопасно. Опять же, из-за того, что часть МСБ-компаний считает, что, поскольку они маленькие, то шансов гораздо меньше, что их тронут, но это совершенно не правильно. Значит так, из чего состоит наш Cyberwall? В принципе, из IDS. Что такое IDS? Inclusion Detection System. То есть, любое сражение в вашу систему, он вылавливает и высвечивает, дает вам нотификацию. Для того, чтобы IDS заработал, как только вы, так сказать, устанавливаете Cyberwall, обязательно настроите листевой датчик Tab или Port Mirroring, который берет копию вашего трафика, входящий и исходящий, и анализирует этот же трафик на определенные уязвимости. Аномалии и подозрительное действие индифицируются анализом того же захваченного трафика. То есть, весь трафик, если вы устанавливаете Port Mirroring на главный switch и даете Cyberwall весь свой трафик, естественно, он анализирует его полностью и высвечивает вам определенные vulnerabilities, если они есть. То есть, дает вам нотификацию об этом деле. Использует совмеханизм мониторинга Cybercat. Да, мы пользуемся Cybercat Open Source для мониторинга всего этого трафика и высвечивания всех этих нотификаций. Использует Fingerthreading конечных точек и файлов для обнаружения. Мы проверяем каждую конечную точку, каждый файл и, так сказать, хешинг, делаем из этого Fingerthreading для классификации и мониторинга всех девайсов, которые подключены к вашей сети, так сказать, и традициональные, и нетрадициональные конечные точки. То, что я говорил изначально. То есть, это могут быть компьютеры, это могут быть принтеры, это могут быть IP-камеры. В принципе, любой девайс, у которого есть IP-Андрес, будет высвечен и будет проверен. Он не вмешивается в деятельность вашей организации, то есть, он не мешает вам в повседневной работе, он не давит на трафик, то есть, влияния на трафик, в принципе, не имеется. Наш продукт, в общем, он agentless, то есть, он не будет высвечиваться у каких-то там клиентов на компьютере. Он работает абсолютно на заднем плане, на заднем фоне и никому не мешает в повседневной работе. И, естественно, не выявляет мониторинг трафика потенциально вредоносным источником, то есть, никто не должен видеть ваш трафик, никто не будет его видеть, и у кого нет доступа к этой системе, просто кто не сможет достать эту информацию. Почему сов недостаточно, почему IES, точнее, недостаточно? Потому что он всего лишь прислушивается к вашему трафику, он пассивно мониторит и уведомляет, он не имеет никакой автор реакции, то есть, нельзя его просто так взять и настроить, чтобы, если заходит какой-то трафик, который вредоносный, взять и закрыть, к примеру, порты или отрубить эту связь полностью. Несмотря на то, что трафик контролируется и результаты сообщены админу, он, опять же, то, что я и говорил, он не умеет автоматически предпринимать какие-то действия, чтобы предотвратить тот же самый эксплойт или тот же самый вредоносный трафик. Как только ваша сеть взломана, в принципе, на этом все, то есть, если взломали сеть и IES, так сказать, не успел вовремя поймать этот трафик, не успел сообщить администратору, и администратор не успел сделать правильные шаги, чтобы все это дело предотвратить, то есть, сеть взламывается и, в принципе, все уязвимости могут быть использованы очень быстро. И IES, опять же, не может быть, он может быть подвержен ошибочным результатам, то есть, false positive или false negative, и поэтому IES требует эффективной настройки интерпретации, то есть, его надо в точности настроить и точно конфигурировать, чтобы он делал свою работу правильно и выдавал только нам нужную информацию и нам нужную информацию. Наши Network Tribe сетевые ловушки, HoneyPods, называйте их как вам удобно, но, в принципе, суть этого Network Tribe, в принципе, так сказать, уловить какого-то хакера, какого-то взломщика, который пытается взломать вашу сеть, так сказать, заманить его и поймать его на каком-то девайсе. Что делать для того, чтобы установить такой Network Tribe? В принципе, мы, так сказать, копируем определенную дату, опять же, это зависит от вас, то есть, вы можете сделать, скопировать какую-то фейк-дату, сделать так, чтобы она выглядела как можно сразу подобно, и поставить дате и какой-то IP address, конечно же, и он будет, и этот Network Tribe будет высвечиваться как любой обычный девайс, то есть, как любой обычный дистоп, как любой обычный сервер, и хакер, который пытается взломать вашу сеть после того, как он сканирует вашу сеть и видит все эти девайсы, видит этот сервер, пытается его, пытается до него дотронуться, и как только он до него дотронуться, как только он подсоединяется, высвечивается, конечно же, нотификация администратора и сообщает ему о том, что кто-то трогает вашу сеть, кто-то трогает вашу ловушку, подойди, проверь и посмотри, что это такое. Почему это дело хорошо? Потому что, как администратор, если вы выкладываете эти сетевые ловушки, если на них никто не будет знать, кроме вас, то есть в вашей компании об этом будут знать только люди IT, только системы администратора. Конечно, пользователи, естественно, об этом не будут знать, поэтому они, естественно, не будут трогать эти девайсы, они не будут знать о их существовании, и, в принципе, хакер тоже не должен о них знать. То есть, как только он сканирует сеть, опять же, трогает network trap, высвечивается, выскакивает на тисканте администратора, администратор знает, что кто-то лезет по сети и кто-то пытается взломать. И может опять принять правильные шаги, чтобы это предотвратить. Также исследовать поперечное перемещение того же хакера, то есть, как он двигается по сети и что он делает для того, чтобы взломать вашу сеть. То есть, с этого можно также что-то выучить и подготовить себя гораздо лучше к следующей кибератаке, если она будет и когда она будет. Значит, позволяет понять, поперечное перемещение мы обсудили. Он способен обнаруживать угрозы, возникающие внутри сети. Да, если кто-то взрагивается до этого девайса, он вам об этом сообщит. Расстреленная ложная сеть замедляет и останавливает автоматические атаки. Да, если есть какие-то автоматические атаки в направлении вашей сети, и та же самая атака дотрагивается до этого Honeypot, до этой сетевой ловушки. Опять же, выявляются нотификации и опять же, они пытаются взломать этот сервер вместо того, чтобы взломать ваш, так сказать, настоящий сервер, ваш актив директор, там я не знаю что. Вот, но трогает эту сетевую ловушку, а не настоящие девайсы, и таким образом, так сказать, покупает вам время для того, чтобы правильно себя подготовить и дать ответный удар. Багдан, я еще раз чуть-чуть перебью маленькие вопросы. К нам присоединилось еще несколько клиентов, поэтому в конце чуть-чуть подсуммируй, перед тем, как демо показывать, еще раз функционал, то есть что это IPS, IDS и так далее. Но вопрос по Honeypot. Они у вас представляют из себя уже готовые какие-то машины, типа Active Directory, Windows XP или еще что-то? Или мы можем делать какие-то слепки того, что существует в инфраструктуре заказчика реально? Делаются слепки, насколько я знаю, и до того, и на данный момент, нету Active Directory или каких-то там девайсов. То есть ты можешь выложить, но там ничего не будет. То есть у них ничего не будет. Это надо делать на вашей стороне. То есть выкладывать туда какие-то форумы, чтобы это выглядело как можно. Для кого-то, чтобы обмануть того же хакера. Нет. Понятно. Нет. Значит, да. Network Raps. Поражая человеческие атаки, да. Человек, который пытается взломать вашу сеть, как только он видит, опять же после сканирования вашей сети, как только он видит этот девайс, направляет свою атаку на него и таким образом, опять же, дает вам время, чтобы не реагировать. И да, обнаруживают злонышников, опять же, если вы, если он дотрагивается до этого девайса, вы получаете индификансцию, все уже было сказано, в принципе. Опять, почему Network Raps недостаточно, если его выложить без IDS, без сетевого, что Тайбул дает и представляет из себя. Сетевая ловушка недостаточно по трем очень простым причинам. Он не заменяет никакие механизмы безопасности, то есть это всего лишь еще один лейер, еще один слой безопасности, но он ничего другого не заменяет. Он всего-навсего улучшает вашу общую архитектуру безопасности. У него узкое поле зрения, то есть если до этой сетевой ловушки не дотронутся, то в принципе, как вы понимаете, ничего не произойдет, то есть никто не получит никакую нотификацию, вы ничего не будете знать и у вас не будет малейшего понятия о том, что кто-то пытается взломать вашу сеть. И опять же злоумышленник, который идентифицирует ту же сетевую ловушку. Если я хакер, я пытаюсь взломать вашу сеть и я понимаю, что это какая-то сетевая ловушка, то я могу просто не трогать ее, пойти на другой девайс, попробовать взломать другой девайс или использовать какую-нибудь другую уязвимость и таким образом не давать вам знать о своем процессе. Оценка уязвимости и ее способности, в принципе, что он делает, анализирует, во-первых, анализирует вашу дату, весь трафик входящий и исходящий показывает вам все vulnerabilities, которые есть в этом трафике, то есть если этот трафик вредоносный или нет. Это интегрированные решения, которые включают в сопоставление объектов CM и оценку уязвимостей. Все на единственной панели, у вас будет один панель, в котором вы будете видеть всю эту информацию, все ваши девайсы, весь трафик, все vulnerabilities, то есть все уязвимости и, так сказать, описание этих уязвимостей и что с ними можно сделать, то есть как это исправить. Он круглосуточно сканирует ваши сетевые системы и устройства для обнаружения выявления уязвимостей по мере их возникновения, то есть он 247 делает свою работу. Если на эту минуту у вас не было каких-то там уязвимостей, но на следующую минуту кто-то в вашей компании, к примеру, скачал какие-то апдейты, Microsoft апдейты, и как мы все знаем, в каждом Microsoft апдейте есть какая-то фигня, есть какая-то уязвимость, то он сканирует опять же тот же самый девайс и высвечивает вам новую информацию после того же апдейта и уже говорит, что вот вы сделали апдейт, тут есть какая-то проблема, есть уязвимость, надо на это посмотреть. Он коллекционирует данные и их детали сравнивая с современной базой данных угроз, включая известные индикаторы разоблачения iOS. Да, он сканирует все ваши девайсы, сканирует сеть, сохраняет всю эту данную и сравняет с данной базой, с которой мы работаем для того, чтобы опять же высвечивать вам те уязвимости, которые действительно существуют, и дать вам направление, как их можно исправить, то есть как можно сделать эти уязвимости. То есть Armadiation Plan он тоже выдает, да? То есть план устранения уязвимостей? Да, то есть в конечном итоге то, что вы получаете, вы получаете окошко, на котором высвечены все ваши девайсы, все компьютеры, все камеры, все принтеры и так далее. На каждой из них вы можете нажать и, так сказать, получить список всех этих уязвимостей. Когда вы получаете этот список, вы получаете название, то есть этой уязвимости. Описание этой уязвимости вкратце, чтобы вам было понятно, что это такое вообще. Несколько ссылок на определенные сайты, которые вам могут помочь устранить эту же уязвимость. Поэтому, да, он дает вам всю информацию и больше для того, чтобы, так сказать, устранить все уязвимости в вашей сети. И, в принципе, системный администратор может сидеть перед монитором и работать над этим списком за стаканчиком чая. Просто спускаясь с самого верха, то есть с девайса, в котором больше всего уязвимостей, устранять их всех и спускаясь вниз по списку до того девайса, на котором меньше всего уязвимостей или на котором уязвимости имеют... Менее критические. Да, менее критические уязвимости, да. Уведомляет об уязвимостях, опять же, он сообщает вам о новых уязвимостях, которые CyboLol находит. Вся эта информация, помимо уведомлений, будет высвечена на нашей стене, на нашем Лоле. То есть это один большой дэшборд, который показывает вам всю эту информацию сразу же, как только вы заходите в девайс, то есть вам даже далеко не надо идти. Все это высвечивается и показывается. Все программы, все... все vulnerability, вся информация, которая только есть, он все это высвечивает. Важно сказать, что на данный момент мы умеем показывать очень много информации насчет девайсов, которые прошли от Microsoft. То есть все Microsoft Windows девайсы. Он показывает весь хардвер, показывает, то есть, маки, IP, порты, которые открыты, хардвер, как я уже сказал, софтвер, который установлен на этом девайсе. То есть все программы, каких версий они и надо ли их обновлять или нет. И показывает, опять же, все те же самые уязвимости насчет девайсов, которые базированы на Unix, то есть какой-нибудь там Linux или там Mac, к примеру. Мы до сих пор не умеем показать всю эту информацию. Мы показываем ограниченную информацию, то есть IP-адреса, то есть Mac, порты, которые открыты. Но он не сможет сканировать этот девайс на весь софтвер, который там установлен, то есть на все программы, которые там установлены. По одной единой причине, потому что мы пользуемся WMI, то есть мы настраиваем клиент, в принципе, настраивает GPO для того, чтобы позволить подключение через WMI. И таким образом мы подключаемся к каждому Microsoft-девайсу, сканируем его на весь софтвер, хардвер и vulnerability, уязвимости точнее, и высвечиваем всю эту информацию. Оценка уязвимости, почему ее недостаточно? Если ее изолировать, она не обеспечит всю нужную информацию, чтобы эффективно приоритизировать ответные шаги. То есть сама по себе она может вам показать определенную информацию, но ее не будет достаточно, чтобы избавиться от всех этих уязвимостей. В принципе понятно, что в комплексном решении это только одна из частей решения. И в комплексе она показывает, конечно, гораздо больше. Времени, я просто знаю, что их, ребят, не так уже много. Лучше можно как-то перейти к более практическим моментам, показать консольку и по чуть-чуть еще рассказать о функционале. То есть вот этот слайдик, который был, то есть фактически все, что входит в одно решение. Вот его расскажи. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Значит так. Я с Владимиром согласен, кстати. Я сам по себе, если честно, не люблю эту презентацию. Я люблю более техническую информацию. Но, да. Насчет этого слайда. То есть мы видим все лейеры, все слои, так сказать, пичной NSD-компании. То есть у нее, наверное, будет и more security solution, какой-то там антивирус, VPN, Next Generation Firewall, какой-то там WAV, Cloud Security, может быть, Remote Management. А по сравнению с типичной, так сказать, MSD-компанией, есть Enterprise, у которого также будет все выше перечисленное. То есть Intrusion Detection, Network Trap, и SIEM, и Asset Mapping и так далее. Наш план, то, что мы пытаемся, то, что мы делаем и пытаемся, так сказать, даем вам, это, в принципе, все вышеперечисленное в одном продукте за доступную цену. Почему? Потому что мы очень хорошо знакомы с всеми ограничениями NSD-компании и прекрасно понимаем все, что им, так сказать, не хватает для того, чтобы повысить свою сайбербезопасность на несколько уровней и выше, на несколько слоев выше, и пытаемся, так сказать, предоставить вам все это в одном готовом продукте, который легко понять и с которым легко обращаться и работать. То есть еще раз, коллеги, можно вернуться на слайд? Спасибо. То есть данный продукт себе сочетает, опять же для понимания тех, кто пришел чуть позже, это и Intrusion Detection System, не Prevention, а Detection, то есть IDS, Network Trap, то есть те же Honeypot, vulnerability assessment и management, то есть сканер уязвимостей и все, что должно работать в этом сканере, то есть Remediation Plan и так далее, CM-система, то есть фактически система анализа всех событий безопасности и корреляции, и Threat Detection Response, Site Mapping, Automated Response. То есть все то, чего, как правило, у SMB рынка просто нет, потому что будет стоить действительно очень дорого, если по отдельности все вещи покупать. А здесь я вам честно скажу, ценник он просто удивляет. Есть коллеги, которые даже знакомы с WatchGuard, приблизительно что-то вот так он удивляет, как может удивлять WatchGuard. Там тоже набор фишек, все работает, но стоит безбожно дешево. Поэтому, да, Богдан, продолжай. Спасибо. Да, значит, Влад все правильно сказал и точно. Особенности, так сказать, этого решения, все, что я перечислил до того, я перечислю вкратце и тут. Опять же, видимость девайсов, Тайбл позволяет вам видеть все ваши девайсы, неважно, какие они, это Mac, Microsoft, камеры, принтеры. Если у этого девайса есть IP-адрес, вы его увидите, он будет числиться в системе. Обнаружение, вторжение, опять же, наш Honeypot, наши сетевые ловушки. Раскладывается сетевая ловушка. Если до нее хакер дотрагивается, то вы, естественно, получаете нотификацию, получаете уведомление на это дело. И вы сразу же знаете, что кто-то пытается влезть в вашу сеть. СИМ, который собирает все события, собирают все королевства событий, все репорты, все анализы в один легкий для обращения панель и легкий для понимания панель. Сетевые ловушки, опять же, мы обсудили. Оценку уязвимостей, наш vulnerability assessment. Мониторинг, то есть, всего трафика, мониторинг ваших девайсов и высвечивание определенных vulnerabilities, как только они появляются, то есть, каким-то там апдейтом софтура. Если вы, к примеру, апдейтили Microsoft, у которого есть определенный на этой версии определенный vulnerability, определенная уязвимость, он вам будет вечно сообщить об этом. И охотник на malware. Тоже очень приятная вещь, в принципе. Вы говорите ему, в каких directory, в каких местах надо сканировать все эти файлы. Он сканирует все файлы, проверяет их хэш, сравнивает с базой данных и высвечивает вам те файлы, которые найдены как malware. И, в принципе, вы, опять же, можете просто работать с определенным списком, проходить с одного директора на второй и подтирать, так сказать, все эти malware и выносить их из вашей системы. Лучшая практика для Cyberwall, извините. Опять же, для того, чтобы Cyberwall лучше всего работал, надо настроить Port Mirroring или Tab, сетевой центр Tab, и подключение к станциям с помощью WMI и WinRAM. То есть, дать доступ Cyberwall ко всем девайсам Microsoft-based, чтобы тот сканировал все эти девайсы и высветил вам всю информацию про те же компьютеры. Port Mirroring обеспечивает анализ трафика с помощью IDS, без которого невозможно просматривать связь. Да, как только вы настраиваете Port Mirroring, вы, в принципе, берете весь ваш трафик, сетевой трафик с одной и с одной, и копируете его, и даете Cyberwall для анализа. Он анализирует весь этот трафик и высвечивает вам всю информацию, высвечивает вам порты, откуда и куда кто пытается подключиться в настоящее время. И WMI и WinRAM, опять же, построен для того, чтобы подключиться ко всем девайсам, трафиканировать их и высветить вам все уязвимости. Я думаю, дальше я не буду идти, да, тут ничего уже нету. Я думаю, перейдем на сам Cyberwall, чтобы увидеть его вживую и понять, что это такое. На секунду. Значит так. Это наш Cyberwall, как я сказал изначально. Как только вы подключаетесь к Cyberwall, вас приветствует первая страничка, это наш wall, это наша стена, на которой собирается вся информация, о которой я говорил до того. То есть здесь вы можете увидеть все vulnerability, то есть все уязвимости, которые нашлись на ваших девайсах. Вы можете увидеть все девайсы, которые Cyberwall нашел, к которым он подключился и которых он сканировал. То есть мы видим тут, что у нас 15 из 16 девайсов. Почему 15 из 16? Потому что 16, наверное, или Linux-based, или какой-то сервер, или еще какая-то фигня, который он не смог подключиться через WMI. И поэтому, так сказать, он показывает 15 из 16. Malware Hunter, кошка, которая покажет вам Malware, если они высветились, то есть если он сканировал и нашел какой-то Malware. Lateral Movement, опять же, это относится к нашей сетевой ловушке. Если мы настраиваем, так сказать, ту же сетевую ловушку и кто-то до нее дотрагивается, вы увидите, вы увидите натификацию в этом окне. И помимо этого вы также ее получите на свою электронную почту, если вы так все равно встроите и так захотите. Трафик-анализ здесь относится к нашему трафику входящему и исходящему. То есть и он разбивается на определенные категории. То есть если мы на него нажмем, естественно, все нажимается и все показывает вам больше информации. Но если мы, к примеру, на него нажмем, мы можем увидеть дату и время определенного трафика, откуда он вышел, на каком порте, куда он идет, то есть к какому IP через какой порт, протокол и описание того же трафика. То есть если вам интересно понять, кто с кем общается и куда пытается подключиться, то это можно увидеть через это окно. Он сканирует весь ваш трафик и показывает вам абсолютно все. Если вам надо чуть больше информации, чуть больше технической, так сказать, информации, можно нажать на кнопочку «Row» и получить тут, так сказать, всю информацию, которую сканировал Cyberwall именно в таком формате, то есть не обработанном формате, который показывает вам абсолютно все, что он нашел. Я вернусь на стеночку на секунду. Добавился наш Network Map. Network Map – это одна из вещей, на которой мы долго работали. И до сих пор работаем, чтобы ее улучшить, чтобы это работало гораздо лучше, и чтобы это выглядело гораздо красивее и было гораздо практичнее. Но, в принципе, что это делает? Это динамическая тарта вашей сети. Как вы видите, тут высвечиваются наши свитчи и каждый девайс, который подключен к этому свитчу. Если я наведу на свитч, я увижу его имя, увижу адрес, IP-адрес того же свитча, Subnet, Mac и тип этого девайса. И то же самое могу сказать насчет наших девайсов, компьютеров. То есть, опять же, высвечивает ту же самую информацию. Если я на него нажму, он меня пока что не приводит к этому девайсу. Ну, в будущем он должен привести к девайсу. Опять же, это дело еще не доработано до конца. Оно уже работает, но мы хотим добавить еще несколько фьючеров. Если на него в будущем нажать, то он должен высветить вам всю информацию насчет его девайса, и вы сможете проверить определенные компьютеры, если вам это надо будет. Перейдем на Network View. Windows Host – это то, что я говорил. Это список всех девайсов, которые Windows-based. Тут, опять же, мы видим имя того же девайса, IP-адрес, Mac и всю базовую информацию. Порт профил относится к профилю портов, о котором я очень скоро расскажу. Network – на какой сети находится этот девайс. И если я нажму «Детали», то есть «Details», я увижу гораздо больше. Все то, о чем я рассказывал. То есть операционная система этого девайса. Network – связанная с сетью, то есть MAC-адрес, IP-адрес, порты, которые открыты на этом девайсе. Hardware – список всего железа того же самого девайса. Если я пойду в софтвер, я увижу, как я говорил, список всего софтвера, который установлен на этом девайсе, плюс его версия Vulnerability. Как я обещал, то есть говорит вам название этого Vulnerability, если я на него нажму, дает вам определенное описание этой уязвимости, чтобы чуть лучше понять, о чем вообще идет разговор, и также дает ссылки на полезные сайты, которые могут дать вам гораздо больше информации и также помочь вам устранить эту уязвимость. И Protection, который показывает вам состояние всех антивирусов, Firewall, автоматических апдейтов на каждом девайсе. То есть вы будете знать в живое время, в настоящее время, на каких именно девайсах установлен антивирус, и он работает, где работает Firewall или не работает. Может быть, какой-то юзер его по ошибке выключил, и он об этом не знает. То есть все это будет видно тут. И также, я вернусь на секунду на стену, также будет видно вот тут. То есть мы видим список наших девайсов, список наших компьютеров, если есть антивирус или нет, тут вы видите, что его нет, и тут он включен. Firewall, который включен или не включен, порты, которые не находятся в профиле и они открыты на определенных девайсах, можно настроить профиль от определенных портов. То есть если у меня в компании есть, к примеру, техподдержка и продажи, мне нужен, не знаю, порт 5, 4, 3, 2 для базы данных, для того, чтобы подключиться к базе данных какой-то там системы, продажи это нафиг не надо. Я могу построить два профиля, один для техподдержки, второй для нашей продажи, так сказать, и поставить этот профиль на те девайсы, которые мне нужны. И Windows Update, то есть где включены автоматические апдейты Windows, и где они выключены. Это насчет Windows Host. Если я перейду на Other Host, я увижу список всех других девайсов, которые не Windows-based. То есть это все наши Linux, это все наши серваки, это все наши IT-камеры, все наши мобильные телефоны, принтеры и так далее, и так далее. Как я говорил, он высвечивает базовую информацию, то есть он дает вам IP-адрес этого девайса, Mac, к чему он относится, в какой семье и на какой сети он находится. Если я нажму на детали, то я увижу ограниченный список деталей, то есть к какой семье он относится, и сетевую информацию об этом девайсе, то есть его MAC-адрес, IP, открытые порты и так далее. Больше он на данный момент не может показывать, но, опять же, это еще одна вещь, которая нам очень-очень важна, над которой мы сильно работаем, чтобы позволить нашим клиентам видеть всю ту же информацию, которую вы видите по Microsoft-девайсам, также видеть их и тут. Network Map, та же карта, которая на стене, ее можно открыть и тут, для вашего удобства. Forensics относится к нашему трафику, к нашему сетевому трафику, то есть тут мы можем увидеть полный список всего этого трафика, как я уже рассказывал, IP, порты, в какое направление этот трафик идет, название, не название, а к какому типу трафика этот трафик относится, и, так сказать, его сырую, сырые данные, то есть все те данные, которые Cybo достал, не анализируя их и не высвечивая вам их в этом красивом панели, который на заднем фоне. Хост-эвент на данный момент не актуален, это тоже часть разработки, которую мы дорабатываем сейчас, но тут высвечиваются все ивенты наших хостов, то есть если кто-то что-то там настраивал, кто-то пытался залогиниться слишком много раз к какому-то девайсу, если кто-то пытается взломать какой-то там девайс, например, да, логиниться и у него не получается, все это будет высвечиваться тут, вы это будете видеть, и также будете получать на это дело нотификации, если они вам будут нужны, если вы это настроите. Полиси. Мы очень сильно работаем над тем, чтобы имплементировать полиси в нашу систему, то есть чтобы дать нашим клиентам возможность сказать, если кто-то, к примеру, затрагивается от определенного девайса на 80 порту, опять же, к примеру, да, пытается там залогиниться, вот, то сказать свою волу отруби ему упор, то есть не дай ему больше подключаться к этому девайсу. Это полиси, которые в ближайшее время не должны реализироваться и должны появиться в нашей системе, то есть вы сможете все это настраивать, но на данный момент данный экран показывает вам список всех сетей, которые сканируются, то есть все эти сети, которые мы настроили и сказали сайву-волу сканировать и проверить трафик. Хост-группс. Тут мы сможем настроить группы определенных хостов, на которые мы сможем имплементировать те же самые полиси, порт профил, о которых мы уже говорили, но я покажу вам, так сказать, как это выглядит. Тут я могу нажать на плюсик и построить себе определенный профиль портов, которые я потом смогу поставить на девайсы, которые мне нужны, если это техническая поддержка, продажа, там, разработка и так далее. У каждого, скорее всего, свои настройки. Поэтому можно поставить эти профили на них. Выбираете просто порты и расставляете по определенным девайсам, которые вам нужны, или по группам опять же. Секундочку, я, по-моему, тут что-то упустил. Хост риск фактор. Опять же, относится к полиси естественным. Этот экран, в этом экране можно будет настроить, так сказать, определенный риск фактор, то есть сказать, Сайбуолу, если ты доходишь на определенном девайсе до определенного скора, до определенной оценки, до, к примеру, пяти, ну, не один, но пять, допустим, то высвечивай, дай мне об этом, во-первых, знать, естественно же, во-вторых, отруби соединения к этому девайсу или отруби порт, то есть сказать Сайбуолу, как и реагировать на эти определенные ивенты. То есть если он не дойдет до пяти баллов, то Сайбуолу ничего не сделает и не будет реагировать. Митигейшн относится к тем же полиси, это таб, который тут не должен быть, он, опять же, дорабатывается, его тут не должно быть вообще, так что можно к нему не относиться. WMI показывает вам все девайсы, к которым вы подключены через WMI, то есть все Microsoft-based devices. Тут же, если у вас есть какие-то проблемы с настройкой, то есть вы сидите и не понимаете, почему один компьютер не виден, а все остальные да, тут же можно сделать проверку на подключение через WMI и узнать, если действительно есть подключение или нет. что. Malware Hunter и то, что я рассказывал на самой презентации, но в принципе, тут вы настраиваете те же самые тесты, то есть где мне сканировать на Malware и какие экстеншены вы хотите сканировать, то есть какие файлы вы предпочитаете сканировать. как только вы это делаете, машина начинает сканировать эти пэсы, то есть те пэсы, которые вы настроили, опять же высвечивают вам натификацию на вашу электронную почту, если вы этого захотите и высвечивают вам это на стене, то есть мы в этом окошке. Malware Hunter Sources, да, мы работаем с Касперски и все, так сказать, найденные файлы, все проверенные файлы мы сравниваем с базой данных Касперску и внизу опять же мы видим все наши девайсы и если они, так сказать, рабочие или нет. Рабочие или нет, не обязательно говорить, что компьютер включен или выключен. Это также может сказать о том, что к определенному девайсу просто нету больше WMI подключения, то есть CYBLE не может с ним подключиться через WMI по одной или другой причине. IDS, Intrusion Detection System, опять же тут мы настраиваем определенные упедомления, которые мы хотим видеть, которые мы не хотим видеть, то есть если в прошлом, в начале нашей дороги, когда мы только начинали, мы столкнулись с такой дилеммой, когда наши клиенты, с которыми мы общаемся, с которыми мы устанавливаем те же самые PLC, те же самые пилоты, нам сказали, что мы тут видим кучу всякой информации и часть этой информации нам вообще не актуально и нам вообще не интересно. Это тоже может быть, потому что, опять же, наша система сканирует весь ваш трафик и высвечивает вам абсолютно все и делит этот трафик на определенные, так сказать, уровни уязвимости. И если вы выбираете, что вам определенный трафик не интересен, например, опять же, в одной компании, может быть, не позволяется, так сказать, пользование U-торрентом и скачивание каких-то фильмов, а в вашей компании, у вас супер компания, вы это позволяете и вам вообще по барабану. Cyberwall все равно будет показывать эти ивенты, если вы не хотите их видеть, опять же, можно уйти в IDS и настроить это тут. То есть сказать ему определенный трафик мне не интересен, не показывай мне его, он мне нафиг не нужен. Вот. И все это можно настроить через эту панельку. Репорты. То, что я говорил насчет всех уведомлений. Помимо уведомлений на вашу электронную почту и помимо того, что вы будете это видеть все на стене, вы можете также зайти в этот маленький этап в рекорде и проверить, что происходит с вашей сетью за последнее время. То есть вы получите определенный граф, который будет вам показывать, в какое время, сколько уведомлений было найдено. Если я на это нажму, я получу список этих девайсов, то есть список девайсов и количество ивентов, которое произошло в связи с этим девайсом. И если я на него нажму, то он меня кинет на стену. То он меня кинет в девайс. Да, это могу сказать. Кинет меня, точнее, в Forensics, то есть покажет мне весь трафик, который связан к этому девайсу. И я смогу проверить его трафик, анализировать и понять, что тот же самый девайс делал и что он не делал. Event Description. Тут мы можем увидеть те же самые уязвимости, которые распределены на определенные категории и в связи с каждой категорией можно понять, что у нас происходит в сети. Если я нажимаю на определенные категории, высвечивается сам ивент, то есть высвечивается уязвимость. Нажимаем на нее, опять же кидает меня обратно в Forensics, показывает мне весь трафик, который связан с этим девайсом. Северити. Репорты, которые показывают вам, так сказать, определенные уровни ваших уязвимостей в сети, которые разделены на низкий, средний и высокий. Опять же, ну это не нажимает, к сожалению, но это тоже надо попросить, чтобы сделали. Но, в принципе, он показывает вам информацию насчет вашей сети, сколько у вас было найдено за последние 24 часа средних, так сказать, уязвимостей и сколько было найдено низкого уровня уязвимостей. Вот. Все это, конечно же, можно вывести в формат PDF для обрабатывания потом или кому-то там показать, с кем-то поделиться этой информацией, с кем надо. И Engines, то есть состояние наших двигателей и сколько ивентов каждый двигатель нашел. Сколько нашел двигатель WMI и сколько нашел наш сенсор, то есть наши ивенты в связи с трафиком. Трафик-аналисис показывает вам, откуда проходил определенный трафик или куда он шел, то есть с какими странами у вас есть вообще связь. Честно вам скажу, сам не знаю, на что это может быть хорошо, но это весело, это классно, это круто и это дает какое-то понятие с чем, с кем вы, так сказать, общаетесь и откуда к вам идет весь трафик, то есть в каких направлений вообще. хост-аналисис анализирует все хосты в вашей сети и показывает вам, опять же, состояние этих хостов, где включен антивирус, где выключен, фаерволы, порты, которые не в профилях, то есть если вы поставили профиль на техподдержку, открыть только порт 80, а там открыт еще порт, не знаю, 4.4.3, 5.4.3.2, он высвечит вам и покажет это. апдейты, Windows апдейты, которые отключены или выключены, уязвимостей, которые есть на этих девайсах и, так сказать, доступ через Wi-Fi к этому девайсу. хост-детейлз показывает мне детали каждого хоста, опять же, если я на любой хост нажму, кстати, можно же, естественно, и это скачать на счет любого девайса, если кто-то скачал, опять же, какой-нибудь юторент, какой-нибудь там нудный рабочий скачал юторент, вместо того, чтобы делать свою работу, качает какие-то фирмы и страдает сильнее на работе, можно выявить этот список в определенный формат и пойти ему отдать по голове. Вот, но через это окно вы можете увидеть, опять же, всю информацию насчет всех девайсов, если это Windows компьютеры, свитчи, Linux и так далее. Естественно, насчет Windows вы увидите больше информации, чем насчет всего остального, что я вам уже рассказал. Vulnerability показывает ваши уязвимости на каждом девайсе, то есть сколько чего он нашел и разбивает это, конечно же, на определенные уровни, то есть критические, высокие, средние, низкие. Как я говорил до того, когда я проводил в начале презентацию, почему мне лично нравится эта система, почему очень многим это нравится система, почему она легка для понятия ориентоксения, потому что в конечном итоге вы получаете определенный список, который говорит вам, что ваш самый критический девайс, это, к примеру, вот, support, то есть с него вам надо начинать работать. Вы заходите в этот девайс, заходите в этот девайс и смотрите, что у него за вольной рабилити, то есть что за фигмент расходит с этим девайсом и работаете с этим списком, то есть убираете эти уязвимости один за одним. Мы закончили с этим девайсом. Он вылетел из этого списка, поскольку он уже не актуален к этому списку. Переходите на следующий и так до конца списка, пока вы не избавились от всех ваших уязвимостей и ваша сеть абсолютно защитена и чиста. Инвентарь. Показывает инвентарь всех, всего софтвера, который установлен и состояние уязвимости в этом софтвере, то есть если он не на последней версии, к примеру, и в старых версиях есть какая-то уязвимость, то вы это увидите тут, то он вам покажет, что в связи с каким-то софтвером есть уязвимость, если вы на него нажмете, то он будет лоудить и покажет вам список этих уязвимостей. То есть опять же description, описание той же уязвимости и ссылки на информативные сайты и сайты, которые могут вам помочь, чтобы избавиться от тех же уязвимостей. Последний этап, он самый технический. Он относится уже ко всей настройке и ко всей конфигурации самого CybeWall. То есть отсюда мы будем все настраивать. Что мы видим тут? Мы видим тут все зилоны, которые находятся в нашей сети. То, что мы настроили, то, что мы сказали CybeWall. проверять именно эти сети, именно эту сеть и выдать мне анализ этого трафика и выдать мне все девайсы, которые находятся в этой сети. Network Trap Service это наши сетевые ловушки. Опять же отсюда же можно настроить эту сетевую ловушку, дать ему естественно IP адрес и так сказать включить для того, чтобы он сидел и ждал нашего следующего хакера. Sniffer Service. Тут мы даем интерфейс нашему Sniffer, то есть для того, чтобы Sniffer сканировал наши девайсы и наш трафик и высвечивал нам все наши уязвимости. Management Service. Выдаем IP адрес нашему CybeWall. HostName Default Gateway естественно. DNS. Все базовые вещи, которые надо настроить для того, чтобы CybeWall работал. Так только мы заканчиваем в принципе с этим одним маленьким окошком и все тщательно и правильно настраиваем. CybeWall сразу же заходит в действие, сразу же начинает сканировать, получает трафик и выдает вам результаты, как только он заканчивается. System Status. Статус естественно нашей системы. Это можно видеть и тут. CybeWall как мы тут видим работает. IDS естественно тоже работает. Сколько выбирает наш CybeWall CPU, сколько он берет памяти. И если я нажму сюда More, то он меня в принципе привезет на это же окно, где он покажет чуть больше информации. Но отсюда мы можем увидеть информацию насчет нашей системы. Если она работает так, как надо, или что-то в ней отключилось или перестало работать, можно ее отсюда же вырубить или перезагрузить. Но это окно, которое дает нам информацию именно про CybeWall. Прошу прослать презентацию. Конечно же да, я все прошлю и все передам. Спасибо. Спасибо.